Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц, Кот Инвертер и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio. На дворе уже середина осени, с ума сойти. За его поддержку мы с Котом благодарим Драм Тадам с Донейшин Авертс и ангел-хранителя этого канала Андрея Ша. На недавнем концерте из 32nd to Mars в Белграде Джаред Лето, предварительно уточнив, сколько в зале их русскоязычных поклонников. Сказал, что, цитата, когда все проблемы закончатся, то он вернется с концертами в Россию. Лето сказал по-русски спасибо, а также пожелал, что после того, как все опять же закончится, все вернулись домой в свои родные города, преимущественно вот эти. Многих тронули эти слова. В комментариях люди пишут, что в этот момент десятки зрителей заплакали. Лимбийский требует с Universal Music 200 миллионов долларов. Как вам такое? Группа подала в суд на лейбл. Дядя Федя и компания уверены, что Universal Music обманула их на 200 миллионов долларов. И что группа не получала ройалти за почти полмиллиарда прослушиваний. Что доход от них утаивался, а копирайт нарушался. Цитата. С 2017 года статистика наших прослушиваний на всех стриминговых платформах росла на 30-40% ежегодно. А в прошлом году выросла на 68%. Несмотря на это, лейбл не заплатил нам ни цента ройалти. А статистику подделывал так, чтобы оставлять всю прибыль себе. Как вы думаете, это правда? И получится ли у группы выиграть в суде у такого огромного лейбла? Ветерана американского поп-панка The Offspring выпустили новый альбом. 11-й студийный полноформатный альбом группы получил название Super Charged. Мы просто хотели, чтобы пластинка была энергичной, по-настоящему позитивной и просто била по мозгам. Я думаю, идея в том, что вы всегда должны думать самостоятельно. Не принимать ничего на веру. Не делать что-то только потому, что кто-то говорит, что вы должны это сделать. Айти и искать собственный путь. Альбом состоит из 10 композиций и мне он показался очень даже приятненьким. Если вы не знаете, как подключить Spotify, чтобы послушать, например, новый альбом Offspring и другую зарубежную музыку без ограничений, напоминаю, что это решаемо благодаря нашим друзьям из Spotibot. Сервис с успехом работает уже третий год. Можно подключить подписку к вашему текущему аккаунту или создать новое, если это нужно. В их открытом чате уже больше 5000 участников с реальными отзывами. Подключений было намного больше и все это подтверждает, что Spotibot это удобно, просто и доступно. У них есть канал и о новинках зарубежной музыки. А для подписчиков нашего канала есть промокод No Mercy на 15%. Он действует до 11 ноября. Не упустите возможность вернуться к прослушиванию своих любимых треков. Все ссылки в описании. Я думаю, что большинство олдовых зрителей No Mercy Radio помнят группу Safe, которая была образована аж 25 лет назад. 20 лет назад они выпустили, на мой взгляд, очень крутой для тех лет альбом. Потом помню, как в 2008-м друзья подарили мне на день рождения билет на концерт группы Kitty и Safe были там на разогреве. Последние лет 10 от группы особо не было вестей и вот они вернулись. Новый трек называется «Сердце матери», в комментариях шутят, что это Mother Metal. Этот Риунион многих взбодрил и его тоже можно считать частью «Возвращения 2007-х». На подходе клип от 29 ноября еще и состоится концерт в московском клубе Изи. Заслуженные деятели немецкого и метал-кора дропнули новый сингл с клипом с грядущего альбома. Речь, само собой, идет о Кэллибан. Трючок неплохой, бодренький, крепенький. Клипчик стандартный, концертный, с гримерными бэкстейджами. Но я такое люблю. Скоро у группы выйдет альбом, а еще они двинут с концертами в Китай. Думаю, там тоже можно будет наснимать крутых кадров для подобных клипов. Новый альбом выпустили горячо любимые мной. Американские эмоциональные пост-хардкорщики Тюще Амори. Вкусная Тру Има, всем советую. Состоит пластинка из 10 треков, пара из них с гостевыми вокалистами. И называется «Spiral in a Starting Line». Продюсировал пластинку не абы кто, а легендарный Рост Робинсон. На трек «Goodbye for now» на днях вышел его такой студийный клип. Мы смонтировали ловец на две камеры со звуком из зала с прошлого концерта в Чебоксарах. Трек максимальный в темы того вечера. Он называется «2-2-0-7». Видео без претензий на суперкачество, но атмосферку концерта и передает. Тем, кто захочет поддержать меня и мою группу, посмотрев это видео целиком, заранее спасибо. Для вашего удобства ссылку на него я оставлю в описании. Рубрика найдена в сети, а точнее в чате кино Мерс Радио в Телеграм. Зрители этого канала должны знать и помнить группу Маршак. Может быть даже кто-то бывал на концертах. Скажите, а доводилось вам слышать лайфы Маршака под гармонь? Если нет, не благодарите. Что угодно! Что угодно! Никогда не быть человеком! Что? Никогда! Не быть! Человеком! Что? Никогда! Не быть! Человеком! Это еще седьмой джип. В ностальгической рубрике с отгадыванием Старого Доброго сегодня фрагмент клипа на трек с пластинки 2008 года от трушной американской группы из штата Джорджия. Кто узнал мужиков и вспомнил название трека, увидимся в комментариях. Я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, увидимся через 4 дня. Как всегда, буду рад лайку, доброму слову в комментариях и поддержке донатом. Мы с инвертором вас обнимаем. До новых встреч! Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо! Спасибо!